В лицее номер 159 настоящее нашествие роботов. Почти 160 участников из Новосибирска, Томска и областей представили свои инженерные разработки и соревнуются в отборочном туре международного фестиваля по робототехнике «Робофинист». Много компетенций объединяется в одном направлении, и физика, и математика, и информатика. Умение работать в команде, умение длительно работать над одним проектом, находить общий язык в этой же команде. И главное, на самом деле, не только знание в данном случае, а еще и усидчивость, потому что в течение целого дня, а до этого ребята еще готовились, за много недель начали готовиться. Ну, то есть здесь, конечно, уже такое прям серьезное мероприятие, в котором прям на самом деле побеждает действительно сильнейший. Участникам предлагают различные дисциплины для того, чтобы проверить их знания и возможности по всем направлениям. Задачи выполняют в командах от двух человек. В этой зоне проходит марафон шагающих роботов. Задача участников – запрограммировать механического друга так, чтобы он не проехал эту дистанцию, а именно прошагал. На выполнение задания дается пять минут, и здесь важна не только скорость выполнения работы, но и качество. Эту трассу называют экстремальной. Сложность в ее прохождении заключается в том, что линии извилистые. За сегодняшний день никому не удалось ее пройти. Эта трасса под названием «Большое путешествие» подходит для начинающих программистов. На первом этапе важно, чтобы робот добрался до лабиринта, преодолел его, а на финише вытолкнул баночки за пределы круга. Меня робототехника увлекла над тем, что можно собирать своих роботов, и то, что они по твоему коду могут сами ехать, который ты сам построил, это прикольно. Не думаю, что это для кого-то сложно, такого, наверное, разделения нету, просто у кого-то на это не стоит ум. Смотреть за ошибками других, конечно, интересно, но все-таки проще совершать свои ошибки и учиться на них, чем на каких-то других. Приезжают к нам ребята из разных регионов, из разных мест. Это обогащает детей, это придает иной статус самому вот этому фестивалю. И, конечно, очень серьезно развивает и взрослых, и детей, потому что дети друг у друга учатся, педагоги друг у друга смотрят, и, соответственно, свою педагогическую компетентность тоже развивают. Робототехника и IT в том числе очень нуждаются в кадрах, и в России, и во всем мире в том числе. Роботизация с каждым годом все больше и больше. Все мы знаем, что на всех уровнях власти говорят, что роботизация в России в ближайшие 5-10 лет будет очень сильно развиваться. Поэтому перспективы у ребят очень большие. В будущем, если я буду заниматься робототехникой, то это поможет мне и дальше развиваться в этой сфере. То есть я смогу поступить в этой сфере робототехники, на программиста, на конструирование робототехники. И также сейчас очень развита военная робототехника, то есть разрабатывает военных роботов. И вот можно на это поступать. Отборочные этапы продлятся в Новосибирске до 13 апреля, а уже в конце осени победители отправятся в Санкт-Петербург для того, чтобы продолжить соперничество на следующих этапах фестиваля. Продолжение следует...